друзья давайте знаете перед тем как сядем давайте помолимся об этом вернее об этом а против этого к вида этого проклятия который спустился нас у нас сейчас опять в россии поднялись цифры заболеваемости и давайте помолимся болезнь это проклятие само по себе но господь проклял смоковницу почему-то однажды и поэтому другими словами он как проклял саму болезнь болезнь была проклята на кресте как всякое проклятие проклята на кресте поэтому господь мы молимся сейчас против этой болезни к вида господь мы просим тебя отец и молимся о милости для церкви твоей господи да не будут люди болеть, Господь. А кто заболевают, те легко исцеляются. Господи, я прошу Тебя, останови эту пандемию. Останови, Господь, в нашей церкви, в нашем городе. Останови, Господь, в нашей стране. Останови по всему миру. Какое бы происхождение не было этой болезни, искусственной или не искусственной, Господи, мы запрещаем этой болезни во имя Иисуса Христа. И мы говорим, болезнь, отступи. Отступи во имя Иисуса. Сына Божьего. Аминь. Аминь. Я приветствую вас, друзья. Пожалуйста, присаживайтесь в любви. Присаживайтесь. И я рад быть в церкви своей драгоценной. Вы знаете, в воскресные собрания никогда нельзя оценивать людей, а то часто люди там «А, вот, пастор, мы тебя ждали, а других не ждали». Так вот, надо ценить всех, потому что проповедь, она сама по себе важна. Просто сама по себе. И она всегда чему-то учит. Даже если тебе кажется, ничему не учит, значит, учит тебя терпению. Все равно чему-то же должна она учить. И ты думаешь, когда же это кончится? Вот и учишься. И я знаю, что все-таки проповедники, которые у нас здесь, это всегда достойные люди. Даже если тебе кажется, что что-то у него не так идет, ну, может, у тебя такой кривой взгляд. Ну, бывает, бывает. Вы знаете, я врос в такой вообще атмосфере, где каждая проповедь или каждая вторая была проповедь, ты вообще не понимаешь, о чем она. И люди были очень такие духовные, духовитые, я бы сказал. И даже шутка в то время появилась, что там несколько человек спорят о том, у кого пастор духовнее. Один говорит, у нас пастор самый духовный. Он говорит, за час еще не знает, о чем проповедовать будет. Другой говорит, нет, у нас пастор самый духовный. Он за пять минут не знает, о чем будет проповедовать. Третий говорит, наш проповедник самый духовный. Он выходит за кафедру и не знает, о чем будет проповедовать. Он уже вышел и не знает, о чем. И вот как ему Бог дает. Четвертый говорит, слушайте, у нас самый духовный. Он уже час проповедует и не поймет, о чем. Так вот, поэтому давайте все-таки, чтобы у нас проповедь была логичная, последовательная. И мы ценили всех проповедников, всех, любого, и от любого учились, и не оценивали, кто лучше, кто хуже, потому что церковь это община. Аминь, дорогие мои. И сегодня мое слово звучит, победи своего Голиафа. Вот так звучит, победи своего Голиафа. И перед тем, как я буду говорить, давайте помолимся и пойдем, чтобы каждый человек был напитан словом, вдохновлен словом. Отец, я молюсь, благослови каждого, благослови каждого слушающего, принеси откровение из Духа Твоего, Отец. Мы молимся во имя Иисуса Христа, пусть придет благодать и истина из Твоего слова. Аминь. Итак, друзья, историю, которую мы сегодня будем читать, она классическая, ее даже назвал бы хрестоматийной, ее знают все дети воскресной школы. И вообще любой христианин, особенно протестант, он прекрасно знает эту историю, как Давид победил Голиафа. Она становится даже такой какой-то обыденной историей, дети раскрашивают на воскресной школе, там Давида красивого, Голиафа там какими-то плохими цветами. Но, знаете, люди мира вообще не знают такое слово и такое тем более имя Голиаф. Я вспоминаю себя, я пришел в 21 год в церковь и, может быть, года через два услышал впервые эту историю. И помню, как мой пастор говорил те же самые слова, что я сейчас. Он говорит, все знают эту историю. А я думаю, я не знаю, первый раз в жизни слышу, я вообще не знаю, кто такой Голиаф. И я тогда с тех пор понял, люди мира многие вещи не знают, которые для нас являются, ну, просто базовыми. И вообще сегодня смотришь, большинство тренингов там и так далее, ну, всяких видео в Ютубе, как стать богатым, умным, счастливым, там еще что-то, каким-то успешным, всегда одна и та же истина звучит, что ты должен поменять свое мышление. Вот поменяй мышление. Я думаю, ну, если люди меняют мышление для того, чтобы стать богатым, красивым, там, здоровым и так далее, то уж тем более они должны поменять мышление по отношению к вечности. Вот точно надо поменять мышление. И сама истина об изменении мышления, она тоже пришла из Библии. Апостол Павел на страницах Библии, в послании к римлянам говорит, не сообразуйтесь с веком сим, потому что он даже Голиафа не знает, с Давидом, что там было. Уж тем более, не преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. То есть, чтобы ваш ум изменялся в образ Христов. Так вот, вот в этой истории, классической истории, как молодой парень победил здорового единоборца Голиафа, там сокрыты очень многие интересные истины. К сожалению, часто суммируя эту историю, там смотришь как-то проповедники, ну и вообще на страницах где-то таких детских книг христианских, такая картинка рисуется. Ну, как будто бы Давид вот просто во имя Господа выбежал с глазами религиозного фанатика и победил вот этого Голиафа. Но если мы почитаем историю детально, мы видим, что это не так. И там сокрыто очень много интересных истин и жемчужин, которые нам сегодня помогут. И тем более, много образов для нас сегодня. Поэтому проповедь так и называется «Победи своего Голиафа». Потому что, очевидно, у нас в жизни появляется какой-то Голиаф, у каждого свой. И в каждый период времени он может менять свое лицо. У кого-то сейчас это болезнь, у кого-то сейчас нищета, у кого-то, может быть, потерял какие-то финансы, не то чтобы нищета, но неудача жизненная. У кого-то невозможность победить на очень важном этапе жизни, поступить в университет, может быть, там пройти какой-то конкурс, может просто выйти замуж или жениться. Это все наши Голиафы. И Голиаф всегда проповедует. И он всегда несет свое послание, которое говорит, ты не выздоровеешь, ты не выйдешь из своей проблемы, у тебя ничего не получится. У тебя твоя жизнь должна быть просто уничтоженной, так или иначе. Вы знаете, и вот начнем читать эту историю, и в ней есть истины. И заметьте, 3000 лет назад произошло такое событие. Первый царств, 17 глава, и написано, филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком, и Ефес в Ефес-дамиме. А Саул и израильтяне собрались, расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, израильтяне на другой стороне горы. Итак, мы видим, израильтяне, народ Божий, в завете с Богом филистимляне, народ языческий. Вы знаете, удивительно, 3000 лет, 3000 лет прошло. Сегодня государство Израиль опять борется с какими-то непонятными ребятами вокруг. Но что интересно, что 2000 лет после того, как перестало существовать государство Израиль и появилось только в 1948 году, эта земля называлась Палестина. И мы ее знаем как Палестину из учебников там школьных, из наших классиков, поэтов, которые там ветка, Палестина и так далее. И мы знаем, что это Палестина. Но откуда слово взялось Палестина? Это вот новое звучание старого названия Филистима или земля филистимлян. Удивительно, что сегодня даже народ есть Палестинцы. Этнически это не тот же народ, который был тогда. Это совсем другой народ этнически. Но они взяли это самое название Палестинцы от слова филистимляне или жители той земли. И опять этот же конфликт до сих пор во всех новостях Палестинцев с израильтянами. И я думаю, 3000 лет прошло, ничего не поменялось на той же земле. 3000, все то же самое. Это еще раз подтверждает, что Библия это не набор сказок, а Библия это история конкретной местности, где вмешивался в трудные моменты истории, сам Бог являл себя. И вот мы посмотрим, как раз что там было. И вот две армии стоят, вели они битву, видимо, по другим лекалам, нежели мы сейчас. Но тогда было по-своему. И выступил из стана Филистимского, 4 стих, единоборец по имени Голиаф из Гефа. Прямо конкретно, знаете, не просто кто-то, а вот он, деревня его называется, что в Гефе где-то вот такой вырос. Мальчик особенный, крупный, который с детства стал мочить всех своих сверстников. Даже называется, даже ему, как бы, его здесь в Библии называют единоборец. То есть он не просто воин среди армии, а он единоборец. То есть частенько выходил один на один и всех мочил. То есть он где-то по рейтингам там ММА занимал лучшие места, первые места. Ну то есть он вообще чемпион мира, вот по этим всем делам. И он решил опять сделать некое шоу. И вот он говорит, ростом он был шести локтей. Погодите, он пока ничего не говорит. Он просто ростом был шести локтей и пяди. Шесть локтей измеряли тогда локтями все. И вот посчитали, говорят историки, что он был около трех метров высотой. Ну, 2,80 хотя бы. 2,80 это рост реально нереальный. 2,80. И ты понимаешь, что мужик был какой-то особенный, какой-то здоровый. И вес у него был такой соответственно. Он крупный был человек. И вообще как-то драться, знаешь, с этими шпыньками, которые 2 метра ростом сейчас нам кажутся высокие. А он с ними уже почти на метр был выше. Ну, сильный парень, ничего не скажешь. Говорится, медный шлем на голове его. Одет он был в чешуйчатую броню. И вес брони его 5000 стиклей меди. Медные наколенники на ногах его. Медный щит за плечами его. И древко копья его, как навой уткачей. Вот до этого мне все было понятно. А вот навой уткачей непонятно. Но вы знаете, потому что мы живем в индустриальную эпоху. Если бы мы жили в доиндустриальной эпохе, то тогда бы мы понимали, что такое навой уткачей. Но сейчас мы смотрим в Википедии. Здоровая палка, огромная, просто мощная. А само копье его в 600 стиклей железа. И перед ним шел оруженосец. То есть еще он не один шел, еще с ним какой-то парень, который нес еще оружие. Ну не все, он не на легке шел, а просто добавочное. Ну кинул ты раз копье, потом, эй, шныр, иди сюда, дай-ка еще одно копье я брошу. Давай еще там, хопа. Так, подержи пока щит, я пока маленьким. Потом снял, так, подержи там, я ножичком. То есть этот еще помогает рядом, тренер. То есть все очень было серьезно. И вот этот парень выходит, и стоят израильтяне перед ним. И стал он и кричал полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать? Хороший вопрос, да? Чего воевать-то вышли? Вообще нам порой задает вопрос этот Голиаф постоянно. Он, ты что? Ты что, ты думаешь, ты выздоровеешь от этой болезни? Да нет. Все, если ты провалился сейчас в бизнесе, да тебя больше никогда никто не примет в круге бизнеса. Да пойми, все, ты сейчас обнищал это навсегда. Вот тебя муж бросил, это все, это твоя карма. Приди к бабке-гадалке, точно скажет, навсегда. Так написано где-то. И люди слушают этого филистимлянина, который несет им свои ценности. И говорит дальше, не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолю его и убью его, то вы будете вашими, нашими рабами и будете служить нам. Ну, конечно, парень далеко зашел. Надо понять, что когда он говорит, мы будем вашими рабами, ну, конечно, цари филистимлянинские не собирались исполнять его волю. Безусловно. Ну, это был фарс. Вы же замечали, что когда вот перед боем каким-то там борцы, они вступают еще в личную схватку. Надо наболтать каких-то гадостей, чтобы потом все насмотрели, посмотрели вокруг. Ну, он вызывает. Интересно, дальше сказано. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. Ну, давайте. И услышали Саул, и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались, и ужаснулись. Вот такой как бы результат. То есть парень говорит что-то, все его слушают и начинают бояться. Поймите, голос Голиафа, он всегда голос террора. Всегда голос страха. Это никогда не или азарта даже, это просто уничтожение тебя словами. Или вообще информации. Заметил, что что бы с тобой ни случилось, первая информация трактуется как-то еще легко, но чем дальше тебе об этом говорят, тем больше твой мозг воспринимает это как реальность. Тебе говорят, все, ты не выйдешь замуж. Раз, сказали, два, три, через неделю ты уже начинаешь верить. Через год сбывается, точно цыганка сказала, ну она же не может ошибаться, ну как же, цыганка же не может. Это бог может, а она нет. И вы знаете, и люди начинают в эту чушь верить, что самое интересное. И мы сразу перепрыгнем через несколько стихов, а потом вернемся. Написано 16 стих, мне очень нравится. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя сорок дней. Слушайте, сорок дней утром и вечером выйдет, раз позавтракает, умоется, потом пошел. Эй вы, уроды, вы, да вы рабы Саулова, да вы никто. Сначала их достоинство унижает мужское. Потом он переключился на богов. Дальше по тексту видно, что он стал уже ругаться, как бы, ругаться неправильно сказать, но ругать бога Израилева. Как бы, ну что ваш бог, ну что вы, ну давайте и так далее. Кстати, вот мат изначально произошел как самая высшая форма богохульства. Вообще она приходила из того, что люди ругались во имя чужих богов. И вот здесь, я думаю, может тогда вообще мат родился в те времена. То есть говорит о том, что человек сорок дней унижал все, во что верили израильтяне, унижал их достоинства и их самих. Сорок дней, прикиньте, страх разрастался до немоверных размеров, ужасных. И твой прыщ превращался в раковую опухоль, как тебе казалось. Я не знаю, было у тебя такое или нет. У меня бывало. Придешь, у нас прыщ какой-то. А, да прыщик. Жене показала, она, что-то прыщик мне твой не нравится. Ты уже ночь не спишь. Утром просыпаешься, приходишь на работу, кому-то там, слушай, у меня тут что-то такое, это смотрит. Слушай, у моей бабушки перед смертью такое было. И ты уже все, на полусогнутых звонишь в больницу, скажите, а вот у меня, ой, записывайтесь к онкологу, да. Но у нас нету онколога ближайшей записи, через две недели. И ты говоришь, поближе что-нибудь есть. А что у вас там? Да вот тут какая-то, говорят, опухоль, ты уже его прыщом не называешь, потому что информация растет. Тебе гляфта, да, 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 вот так, вот, да. И у тебя уже две недели ты с этим ходишь. И тебе, а что у вас, вот, а где, в таком месте у вас, ты только по телефону говоришь, а не, ой, так вам надо биопсию, слушайте, вам надо срочно, точно. В такой-то район, вот там профессиональный онколог, он вам скажет, но точно занят, недельки через две. И ты эти две недели ходишь как к зубному, ты не видишь ничего вокруг, все. И птица не птица, и дома не дома, ты уже, а информация все накручивается, накручивается. В интернете ты заглядываешь, как прыщ превращается в страшную раковую опухоль. И ужас просто. Потом добрался до врача и думаешь, ну сейчас доктор скажет, а врач, он как будто бы дополнительные последние флюиды врачебные дает тебе. Он такой, не могу разобраться, не могу, без биопсии никак. Так, берем и все. И знаете, вот в этот момент ты начинаешь себя видеть в гробу уже. Ты уже видишь свои похороны, ты прощаешься там с женой, дети-то на кого останутся. И вот так говорит Голиаф. Голиаф всегда, это вопрос невозможности. Ничего невозможно, ничего. И ты понимаешь сразу, поехал бы я в Америку, это хоть была страна возможностей, а Россия страна невозможностей. Как мне здесь жить? Караул. И вот смотрите, интересный персонаж теперь входит в эту историю, это Давид. Написано о нем, что он был младший сын из восьми сыновей. Много текста. И берем 13 стих. Три старших сына Исеева пошли с Саулом на войну. Имена трех сыновей, пошедших на войну, Илеаф, Аминадав и Сама. Давид же был меньший, трое старших пошли с Саулом. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего. И выступал филистимлянин, так мы это уже читали, простите. И сказал Исей Давиду, 17 стих, сыну своему. Возьми для братьев своих еф усушенных зерен, 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их. Вот читаю текст. Смотри, говорит, возьми еды и принеси братьям. 40 дней войны нет, стоят два войска против друг друга. Ей же что-то надо, питание какое-то должно быть. И вот, соответственно, еду приносят, надо принести родственники, чтобы принесли. И он приходит с этой едой туда. И что интересно, папа говорит, и обязательно сыра, да, еще тысяченачальнику, чтобы он позаботился там о братьях. Слушайте, коррупция была и в то время уже, мы думаем только сегодня, в то время уже офицеры лучше жили, чем простые солдаты. Все надо было договориться. И Исей не написан, что он высоковерующий человек, а просто объяснил простую житейскую мысль. Ты братьям донеси и тысяченачальнику сырку лучшего обязательно, чтобы он, если что, знал, что поступать надо с братьями хорошо. Ну, Давид понял все правила и приходит. И написано, что он приходит к тому моменту, когда готовились к сражению. 20 стих. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Исей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. Удивительно. Стоят все-таки два войска, и израильтяне вместе, когда стоят, они с криком готовятся. Это, знаете, прообраз подбадривания самого себя. И ты себя начинаешь убеждать. Нет, 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 все будет хорошо. Но это по-человечески. Нет, все будет нормально. Все будет, да, да, нет, это прыщ. Это не серьезный. На самом деле, нет, это все пройдет. Все хорошо. Но это самоутешение. Потому что ответа у тебя так на эту проблему и нет. Голиаф-то никуда не делся. Израильтяне сидят в своем стане. О, о, мы победим, о, орут. Голиаф выходит. Так выйдите кто-нибудь, раз вы все орете. Одного дайте мне. Я ему голову сначала отрублю, а потом будем сражаться. Все голову отрубят. Как-то нехорошо. И никто не идет. И написано дальше. Расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды. И придя, спросил братьев о здоровье. Парни, он пошел вообще не в ряды, чтобы братьям помочь. Он пошел посмотреть. Ему все это интересно. Он пришел спросить у братьев здоровье. Потому что папа сказал. Он, как дела? Здоровье хорошо? Они, да, да, возьмите. Раз из рядов, выглядывает. Что там происходит? Ба, а там стоит такой парень серьезный. Во-первых, три метра ростом. Таких и не встретишь, и не увидишь. Да еще весь в латах. Да еще все блестит на солнце. И он сороковой день уже. Хе-хе! Кто из вас? И смотрите. 24 сих, самый страшный. Написано. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Я вот думаю, как они только что два строя вышли с криком друг против друга, а когда филистимлянин звал, они убегали от него. То есть, видимо, он как-то подходил к ряду какому-то израильтян и такой, давайте, они все раз назад. Он, ну ты иди сюда, ты лысый, иди. А ты толстый, иди. И все убегали. Какой позор. Я все время думаю, какой позор. Человек унижал, на чем мир стоит. И людей, и их божества, их религию унижал все. И смотрите, и говорили израильтяне, видите ли этого выступающего человека, 25 стих, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израилева. Ибо кто этот необрезный филистимлянин? Слушайте, точка. Он только что слышал, ему только что сказали. Полцарство, дочку, свободу дадут, а дарит там всем чем угодно. Но почему-то он опять спрашивает. Говорит, а что будет тому? Ну тебе же только что сказали. Что ты опять спрашиваешь? Дальше по тексту вы видите, он опять ходил и спрашивал. Я все время думал, зачем он ходил и спрашивал. Вот знаете, уточнения принципиально важны. Потому что бывает, тебе что-то брякнут с дуру, а потом все не работает. Вот я это замечал не раз. Мы недавно даже с братьями, вот прямо на днях буквально, приехали в гостиницу на машине, выходили и вот, как назвать, ответственная за гостиницу женщина, выходит наша знакомая и говорит, вот здесь два парковочных места, вообще-то тут на них ставить нельзя. Но одно парковочное место гостиницы принадлежит, другое, а другое нам, поэтому ставьте, когда приедете. Вот такая просто фраза. Ну мы приехали и поставили машину. Утром просыпаемся, нашей машины нет. Вот как так, ее утащили. Мы приходим к этой женщине, говорим, а как так произошло-то? Она, так вы поставили не на то место. Мы говорим, подождите, подождите. Так какая разница? Она, ну то, что место ближе к нашей гостинице, это наше, а то, что кто их? Поэтому не там, вот вас и забрали. Думаю, тонкая деталька, а результат совершенно разный. И вы знаете, вот постоянно в жизни нужно уточнять. И Давид опять спрашивает, подождите. Он сказал, да полцарства, как в сказках. Те говорят, ну нет, нет, полцарства мы перебрали. Такого не было. Но дочку точно, точно в наши уши говорил. Дочку отдаст и свободным сделает в Израиле, и вознаградит как-то. Так уже лучше. Самое главное, обратите внимание, Давид визуализирует свою победу. Он в этот момент не визуализирует, как он проиграет. Он акцентирует свое внимание на том, что он получит. Какой будет результат после победы? А не то, что я испытываю сейчас. Все же слушали свой голос страха. Все остальные. Смотрите, интересно. 28 стих, удивительный. И услышал Елеаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елеаф на Давида, и сказал, зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне. Я знаю твое высокомерие и твое дурное сердце. Ты пришел посмотреть на сражение. Кто это говорит? Его родной брат, старший. Ради этого брата он пришел, принес ему еду, и принес ему вот самое лучшее, стоял рядом с ним. Вы знаете, что я заметил? Когда ты хочешь сражаться с Голиафом, со своим, почему-то самые близкие люди будут тебя отговаривать. Вот как будто бы от того, что ты умрешь, им будет лучше. Ты говоришь, слушайте, ну давайте поборемся. А нет, нет, и бабушка так умерла, и мама так умерла, и ты походу так же. И ты думаешь, да почему? Начинаешь заниматься каким-то видом спорта, самый близкий обязательно. Нет, 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 ты посмотри там сколько. Нет, это невозможно. Нет, это просто невозможно. В нашей стране это вообще невозможно. Но, знаете, уж удивительно, он говорит такие слова здесь. Он говорит, я знаю твое дурное сердце. Кто говорит про кого? Брат говорит про Давида. А моя Библия рассказывает, по крайней мере в псалмах, ну в моей, как и в твоей Библии сказано, что Бог в лице Давида нашел мужа по сердцу своему. Вот во всей Библии больше нет такой фразы. Написано, Бог нашел мужа по сердцу своему, про Давида. То есть, другими словами, я знаю его сердце, оно самое правильное передо мной, по крайней мере из царей. И в это же время кто-то говорит, у тебя дурное сердце. И говорят, самый близкий. Вот тут интересный конфликт. Мало того, что у тебя есть собственный гляв, еще близкие люди, вместо того, чтобы поддержать, они зачастую тебя опускают. В том, что не получится. Я помню, собирался поступать в университет, почему-то мои самые близкие говорили мне, не морочь себе голову, не морочь. Зачем тебе? Зачем? Пять лет учиться, с ума сойти. Ну зачем тебе это все? Деньги потерял. Самые близкие говорят, все, все. Мы тебе говорили, ты тупой, все. Не вкладывайся никогда, вообще перестань заниматься бизнесом. Иди в Макдональдс на раздачу. Первая касса. И ты думаешь, ну почему они такую судьбу мне видят постоянно? Почему у них что-то другое? И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? И отвратился от него к другому и говорил те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. То есть он даже от брата отвернулся и опять, ну что будет тому, кто первое место займет здесь? Кто вот если этого вот завалит, что будет-то? Он визуализировал свою победу. Вы знаете, наш мозг так устроен, это знают даже мирские люди, что когда ты видишь через гору, видишь хорошую долину, то и гора становится ниже. Твой мозг так устроен, он рисует хорошую картину. Ты смотри в будущее, что будет после болезни. Ты сможешь опять хорошо дышать после коронавируса. Ты опять сможешь наслаждаться природой. Когда ты победишь вот в этой ситуации, ну ты получишь какие-то дивиденды, вознаграждения. И Давид накачивал себя именно вот этими словами, словами хорошего будущего, потому что в этой ситуации будущего нет никакого. Вот это надо понять, что Давид четко понимал, но если мы проиграем, мы так и так все умрем. Ну все равно, какой выход-то? Ну сейчас филистимлянин проорался, никто его не победил, потом они все гурьбой убили нас всех, ну и все. Потом пришли в наши семьи, уничтожили. У Давида просто не было другого шанса, как идти до победного. Вы со мной, дорогие мои? Но голос врага всегда как голос террора. Всегда. Три ключа к неизлечимой болезни. Пять пунктов я научу вас, как навсегда, не выйти замуж, не жениться. Там семь ключей к нищете пожизненной. И люди слушают, и питаются этой информацией, и у них полностью уходит всякая вера. А ведь цель террора – это просто навеять страх. Дальше. Смотрите, я даже текст немножко потерял. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Давид пришел к царю и говорит, царь, первое, что он сказал, не падайте духом. Не падайте духом, поручик Голицын, Горнета Боленский, одеть ордена. Вы знаете, вот вообще в том, вообще в словах не падайте духом лежит огромная сила. Просто огромная. Любому человеку, хоть умирающему, хоть обанкротившемуся, хоть потерявшему близкого, хоть потерявшему семью, когда ты говоришь просто, не падай духом. Это глубокие слова. Слушайте, это не Ленин придумал. Это не в песнях написали про Вторую мировую войну. Это написано на страницах Библии 3000 лет назад. 3000, только вдумайся. Говорит, не падай духом, все нормально будет. Не унывайте, пацаны. Знаете, есть высказывание. Не унывай. Каким-то образом Бог усмотрит. А как? Я не знаю пока, потому что я не Бог, я не могу смотреть в будущее, но это лучше, чем сегодня унывать. Не теряю вас, дорогие мои. И смотрите, Давид с самого начала отдает все преимущества и всю победу Господу. Смотрите, какие он говорит слова. Мы с вами прочитали, когда он сказал, кто этот необрезанный филистимлянин. Смотрите, никто из израильтян не сказал эту фразу. А он заострил внимание, кто он необрезанный филистимлянин, который так поносит народ израильский и нашего Бога. Другими словами, Давид тоже испугался. Только не Голиафа. Он испугался всей атмосферы. Он подумал, этот парень перебрал. Этот парень, ну ладно, он меня унизил. Ладно, всех унизил. Наше мужское достоинство. Но он поднял язык на Господа. Значит, точно на моей стороне, по крайней мере, ну случай, который придет от Бога. Я вот на этот случай и буду уповать. На него именно. Вы знаете, это вот бывают такие ситуации, когда тебе нужно победить в каком-то конкурсе, в каком-то. А ты чувствуешь, что, ну, силенок не хватает. Но ты знаешь, да, ты делаешь все возможное, но случай, время и случай, это за Господом. И сказал Саул Давиду, говорит, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Знаете, Саул посмотрел, и он нормальными человеческими глазами, как мы все. Не можешь ты пройти это соревнование. Ну не можешь ты победить эту болезнь. Да не можешь ты, пойми, обстоятельства, они против тебя. Поэтому и шансов у тебя не больше, чем у козы с выменем в дремучем лицу. Ну ты же сам понимаешь, Давид, ну посмотри на себя, посмотри на него. Ну что тут, греха-то таит. У него шлем вот такой, а у тебя вот такая шапочка детская. Ну что ты, куда? У него вот такие руки и у тебя. И сказал Давид Саулу, вот здесь слушайте, раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А он, если бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял. И льва и медведи убивал раб твой. И с этим филистимлянином, необрезанным опять, будет то же самое. Что с ним? Потому что он так поносит воинство Бога живого. Опять заострять внимание на обрезании. Почему на обрезании? Потому что обрезание, это был знак завета. Давид другими словами говорит, ребята, ну поймите, он не обрезанный, мы обрезанные. Да, а что такое обрезанный? Нас в детстве обрезали, традиция такая в Израиле, давно, с далеких времен. Так вот разберись, что такое обрезание. Обрезание, это не просто, знаете, повреждение твоего пениса. На самом деле, еще давно Господь сказал еще Аврааму, потом Моисею повторил, что весь твой народ, как знак завета со мной, должен быть обрезан. Посмотрите в свои штаны. Что у вас там? Что? Так вот, вот и разберитесь. И по этой причине Бог на вашей стороне. А значит, трудный момент, он каким-то образом поможет. Ну какой у вас еще выход? И вот эти слова, Давид вдохновлял этими словами, говорил к народу своему. Говорит, мы обрезанные, он не обрезанный. Он хулит не нас, нашего Бога, поэтому Господь поможет. И знаете, интересно, когда он привел примеры про льва и медведя, мы все время сразу себе представляем, что Давид вот просто взял, там он там этих медведей рвал. Мы не знаем, это просто слова. Но самое главное, Давид показал Саулу, что он не новичок. Вот что было самое главное. Давид говорит, Саул, пойми ты, я не просто выхожу, потому что я религиозный фанатик, с глазами, ааа, безумца, я пойду во имя Господа, с пустыми руками против него. Да, конечно, он трубит голову. Нет, я тоже профессионал. Другими словами, я тоже этим умею заниматься, делом, просто немножко в другой форме. Я тоже это делаю. И знаете, интересно, мы всегда думаем, что Давид вот просто, вот это самая страшная вещь в христианстве, самое страшное, что мы рисуем какую-то безумную картинку, она не была безумной. Давид говорит, я убивал и льва, и медведя, оставим за скобками как. Вряд ли Давид убивал своими руками, потому что он стрелял с прощей. Парень долгие годы занимался искусством определенным. Он брал прощу и кидал по банкам, может быть, по Кока-Коле. Пил время от времени, когда было жарко, и кидал по Кока-Коле до тех пор, пока не понял, что он бьет без промаха и очень хорошо. Поэтому он ловил этого и медведя, льва, сначала бил его прощой, потом тот падал за космы. Ну, это оставляли за скобками для Саула. Зачем выдавать всем секреты своих боевых искусств? Но он говорит, я дрался с этими ребятами, и у меня получалось.